Конфликт с экономической подоплекой. В маяках был похищен и избит сын известного эколога Ивана Русева. Романа связали и увезли на лодке в неизвестном направлении, а через несколько часов отпустили. Об этом рассказал он сам. Позже в Днестровские плавни приехали вооруженные сотрудники охранной фирмы с одной и активисты с другой стороны. В ситуации разбирался наш Иван Леонтьев. Беляевский район, заповедник Днестровские плавни. Во вторник тут был похищен Роман Русев. С десяток вооруженных людей догнали рыбака на катере, избили, связали и увезли в неизвестном направлении. С приклада автоматом начинает бить меня сюда в щеку, если вы видите, вот тут в щеке. Потом какой-то другой, там, с той охраны бил меня сюда по спине, здесь там тоже синяки, получается, в эту часть. Били сюда, в трое. Потом они мне разбили нос, как вы видите, все это потекло здесь. Перетащили к себе в лодку, связали мне руки. Своих обидчиков Роман знает. Говорит, это его конкуренты по бизнесу. Они пытаются монополизировать право предоставлять в Днестровских плавнях услуги по экологическому туризму. Сами похитители ситуацию трактуют иначе. Никто не похищает никого, никто ничего с ними не делает, он никому не нужен. Это пустое место. Они просто ходят и делают частные заказы. Ага, там стоит забор не так, там стоит то не так и все остальное. Это территория, незаконно захваченная взятием бывшего губернатора Гриневецкого. Мало того, что он здесь захватил, он захватил в национальном парке территорию. Расставил своих людей, бандитов, фактически с оружием. Они просто лишают возможности местных жителей в будущем здесь нормально подходить к берегу. Поддержать эколога приехали и одесские активисты. Несмотря на их боевой настрой, до столкновения не дошло. Была помечена наявность оружия, похожая на автомат Калашникова у этих людей. И полиция, на жаль, отмазывается абсолютно здействовать любые заходы правового характера. Провели необходимые невыскладные обшуки у возможных людей. Сделали оперативное познание. Есть понимание, что за особи могли скочить этот злочин. Сейчас ведутся следственные действия. Правоохранители с конфликтом вокруг заповедников Одесского региона давно знакомы. Потому не спешат предпринимать необдуманных, радикальных мер. Конфликт имеет экономическое подгрунение. Это борьба разных групп за вплив или контроль над этим парком. Избитый сын эколога Русева снял побои и написал заявление в полицию. Роман намерен добиваться наказания для обидчиков. Ведь менее года назад он уже становился жертвой подобных действий. Кроме того, в среду инцидент в Маяках будут обсуждать на совещании в областной администрации. За ситуацией будут следить Иван Леонтьев, Виталий Прусс и Думская ТВ.